Библейский портал экзегет.ру представляет На 12-й год царству Невудея Ахазова царился Осия, сын Эллы. Он правил Израилем в Самарии 9 лет. Его поступки были злом в очах Господа, но не настолько, как у царей израильских, что были перед ним. Вот бывало и похуже, но уже в Северном царстве про хороших царей речь не идет после Еху. Против него выступил ассирийский царь Салмонассар, так что Осия стал подчиняться ему и платить дань. Но потом ассирийский царь счел Осию изменником, когда тот отправил послов к египетскому царю Со, а царю ассирийскому не выплатил ежегодные дани. Попытка лавировать между большими державами, он, в общем, признает себя вассалом Ассирии, но пытается перебежать к Египту и за это получает. Ассирийский царь его схватил и заключил в тюрьму. Ассирийский царь выступил против всей его страны, и дошел до Самарии, осаждал его три года. На девятый год царства Невосия ассирийский царь захватил Самарию и ввел в изгнание всех израильтян. Он поселил их в Ассирии, в Халахе, что на Хаворе, реке в Гузане, еще в медийских городах. Тогда было довольно частым такое переселение в Ассирии, по крайней мере, в Вавилонине потом тем же займутся, в плен вавилонский, для того, чтобы ликвидировать возможное сопротивление. Народ, живущий на своей территории, прекрасно знает территорию, он очень хорошо в ней устроился, все у него тут свое. А вот когда его выгоняют далеко, 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 то ему приходится искать там средства к существованию, договариваться с местными жителями, ему не до восстаний. В 20 веке в СССР тоже это практиковалось, как все наверняка знают. Некогда стали грешить сына Израилева перед Господом, Богом своим, который вывел их из земли Египетской, из-под руки тамошнего царя. Устрашились они иных богов, поступали по обычаям народов, которые знал Господь ради сынов Израилевых, переняли их и царей израильский. Тайком творили сыны Израилевы, неугодные Господу, их Богу, и строили себе святилища на высотах повсюду, от строжевого поста и до обнесенного стеной города. Они ставили себе идольские камни и столбы на всяком холме и под всяким раскиданным деревом. И там, на этих высотах, воскуряли богам, как те народы, которые Господь изгнал ради них, и творили злые дела, навлекая гнев Господень. Они служили идолам, о чем сказал им Господь, не делайте этого. Ну, а вот идет богословский вывод из всей этой истории, как же это получается. Вот то, что было в книге Судьи многократно, и вообще в исторических книгах, несчастье, случившееся с народом, это следствие разрушенных отношений с Богом, следствие отпадения народа от Бога. Конечно, есть и внешние враги-ассирийцы, есть и внутренние какие-то неурядицы, но прежде всего это, остальное только следствие. Господь предупреждал Израиль, как и Иуду, устами своих пророков и всех провидцев, сверните со своего злого пути и храните мои заповеди, установления, все, что заповедал я в законе вашим правоцам, и что повелел я вам устами моих слуг пророков. Но не послушали они о камене в своем упрямстве, как и правоццы их прежде, что они доверились Господу своему Богу. Они отвергли его установление и завет, который заключил он с их правоцами, и свидетельства, которые он предупреждал, их пошли вслед за пустотой, имея светоязыческие идолы, которые ничего в себе не содержат на самом деле. И пришли к опустошению, вот игра, да, то есть пошли за тем, чего нету, игра слов, и в результате у них ничего нет. Как и окрестные народы, хотя Господь к израильтянам заповедовал им не подражать. Они оставили все заповеди Господа своего Бога, отлили себе изображение двух тельцов и сделали идольский столб, поклонялись воинству небесному и служили Ваалу. Они проводили своих сыновей и дочерей через огонь. Вероятно, имеется в виду жертвоприношения детей. Даже вот такие обычаи у язычников были. Занимались гаданиями и волхвованиями, предавались делам, что были злом в очах Господа и гневили его. Велик был гнев Господень на Израиль, отторг он от себя народ, никого не оставив, кроме одного племени Иуды. Но и племя Иуды не хранило заповеди Господа своего Бога, следуя тем же обычаям, что и Израиль. «Господь отверг всю израильское семя, унизил его, предал грабителям, а потом и вовсе отбросил от себя. Израиль порвал с домом Давидовым и поставил царем Яровама, сына Невата». Это первый царь, который отделился от единого царства сразу после смерти Соломона, когда Рахавам не пошел на условия, выдвигавшиеся со стороны народа, то вот Яровам увел от царя Рахавама в Израиль и 10 северных колен, стал править над ними. А Яровам увел Израиль от Господа, то есть не от конкретного царя, от Господа, ввел его великий грех. Вот самый главный грех Яровама – не политическое разделение, а то, что ради своего политического государства он создает языческие святилища, чтобы не ходили в Иерусалим поклоняться. Вот зачем у нас своя государственная религия? «Сыны Израилева неукоснительно следовали всем грехам Яровама, чтобы он не творил, пока не отторг Господь от себя Израиль, как и предупреждал устами слуг своих пророков. И отправились из религияния с родины в далекую ссылку в Ассирию, там они и по сей день. Так что любой царь, который что бы то ни было делает, он так или иначе встречает либо понимание и согласие своего народа, либо напротив. И народ, соответственно, разделяет ответственность или нет. Здесь он ее разделил. А что ж, территорию оставлять ее пустой? Ну нет, есть же другие ассирийские области, там тоже нужно подавить потенциальное восстание в зародыши. Ассирийский царь привел людей из Вавилона и Якута, Аввы, Хамата и Сефарваема и поселил их в городах самарийских место народа израильского. Так они завладели Самарией и стали жить в ее городах. То есть вот как это получилось. Перемешались народы, и теперь там живут чужаки. Когда они начали там жить, то не почитали Господа, и Господь стал насылать на них львов, которые их губили. Они сказали тогда царь о сирийском, те народы, которые ты отправил в изгнание и поселил в городах Самарии, не знают обрядов Бога той страны. Он насылает на них львов, которые губят их за то, что не знают они обрядов Бога той страны. Вот для чего нужна религия, чтобы львы не нападали, чтобы, соответственно, никакая беда не случилась. Давайте будем исполнять обряды, и все будет хорошо. Тогда сирийский царь велел взять одного из священников, отправленных оттуда в изгнание, чтобы он вернулся и там поселился, и научил бы людей обрядам Бога той страны. Один из священников, которых изгнали из Самарии, поселился в Байтерии и стал учить, и как почитать Господа. При этом каждый народ стал делать своих богов и ставить их у себя в святилищах на высотах, которые прежде устроили самаряне. Каждый народ у себя там, где он жил. Вавилоне не сделали себе изображения Суккот-бенот, люди из Кута, Нергала, люди из Хамата, Ашиму, жители Авы, Невхаза и Тартака, а жители Сефарваймы приносили в огненную жертву своих детей Адрамелыху и Аномелыху, богам Сефарваймским. Почитали они, между тем, и Господа. Некоторых из своего числа поставили они жрецами, святилищих на высотах, и они сверчали служение на этих высотах. Господа чтили они, и собственным народом, богам служили по обычаям тех мест, откуда они были переселены. Вот здесь описывается происхождение самарян того самого народа, самаряне или самаритяне, которые в Новом Завете постоянно упоминаются, они служат Богу, но вместе с тем с изрядной примесью язычества. Насколько объективное это повествование сказать трудно, возможно, в разных местах было по-разному, но вот такое смешанное иудео-языческое население и, соответственно, синтетический культ, который и то, и другое включает. «Вплоть до сего дня ведут они себя по тем самым обычаям, не чтут Господа, не поступают по Его восстановлениям и повелениям, по закону и по заповедям, которые Господь заповедовал сынам Иаковым, которым Он нарек имя Израиль, заключив с ними завет и заповедов им. Не почитайте богов иных, не поклоняйтесь Ему, не служите, не приносите им жертв, только Господа, Который вывел вас из земли египетской, могучей силой, рукой простертой, Его почитайте, Ему поклоняйтесь, Ему приносите жертву». Можно сказать, что все это давняя история, богам этих древних народов никто сегодня не поклоняется, но боги всегда найдутся свои. Не обязательно их будут называть богами, их будут называть идеями, идеологиями, прекрасными какими-то идеалами, политическими лидерами, будут поклоняться Господу наравне с ними. И христианству, или любая другая религия очень легко становится подпоркой для какой-то идеологической конструкции. Вот, собственно, об этом здесь и сказано, если попытаться актуализировать все это. «Его установления и повеления, его законы и заповеди, написанные им для вас, их тщательно соблюдайте изо дня в день, и других богов не чтите». Завета, которую я заключил с вами, не забывайте, и других богов не чтите. «Только Господа нашего Бога почитайте» много-много раз этот призыв, «и Он избавит вас от руки всех ваших врагов». Но не послушали они, поступая по прежним обычаям. Те народы почитали Господа и служили притом своим богам. И дети их и внуки поступают так же, как их правоцев, вплоть до сегодня. Ну, вот эта история Северного Израильского царства, которая, в общем-то, уже закончилась. А как будет развиваться история Иудейского царства, которая тоже закончится, но несколько позднее. Об этом следующая, 18 глава, и далее до конца Четвертой книги царей. КОНЕЦ